Всем привет, дорогие друзья! Наконец-таки я добрался до солнечного города Алматы. Правда, сегодня снежок выпал уже, хотя вчера еще можно было чуть не в футболке ходить. Объем работ, конечно, здесь немаленький предстоит. Посмотрим, что из этого всего выйдет, потому что, как вы знаете, я хочу попробовать, по крайней мере, организовать сервисный центр здесь и посмотреть, что вообще будет. Потому что, так или иначе, ну, спрос на услуги в Казахстане на нормальный ремонт, он присутствует, но в то же время здесь есть свои, так скажем, особенности, с которыми мы попробуем поработать, посмотреть, что из этого всего будет. Заранее, те, кто, как говорится, давно смотрит мой канал, хочу тоже обозначить, чтобы потом не было недосказанности или еще чего-то. Я не сказать, что сильно возлагаю большие надежды на этот проект, назовем ее так в кавычках, потому что все-таки, ну, специфика заставившая меня, точнее, причина заставившая меня все это дело делать, я думаю, и вам и так всем понятны. То есть, так скажем, нестабильная геополитическая обстановка в стране и в мире, поэтому это фактически такой вот страхующий вариант в случае, как говорится, ну, каких-то серьезных поползновений. Вот, в то же время, фактически, в нашей дружной команде, в дружном коллективе будет вначале Нуржан, который нам много чем помог, который тоже хороший мастер, его многие в Алматы как раз-таки знают, Саня, ну, все вы его и так знаете прекрасно, мы с ним работаем достаточно давно, ну, и я, ну, и еще там один подписчик, который, возможно, потом примкнет к нам, может быть, не примкнет, посмотрим. Так как заказов поначалу, я думаю, что не будет особо много, потому что, получив некоторую обратную связь от Нуржана с Саней, основной поток клиентов начинается, когда я так или иначе начинаю упоминать на роликах о том, что, ребята, у нас есть там теперь в Казахстане, в городе Алматы, типа, сервисный центр, вы можете принести там все нормальные расходники и прочее, прочее. Только после этого люди как-то начинают немножко там шевелиться, начинают уйти звонки и прочее, а потом, разумеется, затухают. Причем странность в том, что, казалось бы, даже мои подписчики до сих пор мне иногда в личку пишут, типа, Виктор, я из Казахстана, хочу отправить вам, типа, в Москву. Я говорю, так, блин, братишка, зачем, если уже в Алматы все есть, это дешевле будет, и качество будет, соответственно, такое же. Поэтому, как говорится, это такой очередной небольшой анонсис. Сейчас, так как вот эта квартира сугубо будет отведена под данные цели, так сказать, в которой мы живем, она уже мелькала в предыдущих роликах, когда я здесь был, собственно, ну, выглядит это примерно сейчас вот так вот. Столы, наконец-таки, дошли. Теперь у нас есть возможность небольшая, я надеюсь, в том числе с некоторыми дальнобоями посотрудничать, и в случае чего что-то, какие-то грузы там отправлять. Ну, правда, там, ну, много нюансов, так скажем. Но три рабочих места, три викинговских стола уже на месте. Тут, кстати, сейчас опять же Лаирт пришел. Спасибо Евгению, как говорится. Опять же, свежак. Три тубы. Ну, одну уже, правда, у меня купили. Две сейчас доедут до Москвы. Надеюсь, я завтра их как раз-таки отправлю. И многие просили, как раз сейчас будем пробовать продавать. Это, ну, я не буду его сейчас полностью распаковывать. Это Honeywell, этот 7950, который с фазовым переходом, термопрокладка. Тоже глянем, что да как. Вот. Не знаю, правда, как ее продавать, потому что фактически для обслуживания ее прям очень много не нужно. Но в то же время, у нас как раз вчера я в телеграм-канал к себе кидал. Легион пришел с райзеном 4800H, по-моему, как он там называется. У него чисто 110 градусов. Там, короче, местные ребята обслужили, намазав там на ГД 900. И, собственно, все. То есть, прижима никакого, немножечко там, ну, тут, скажем так, я не хочу ни в коем случае сейчас кого-то тут обидеть, опять же, из местных мастеров и прочее, но трэша тут хватает. Вот то, что мне скидывал Саня на протяжении всего времени, что там вообще приносит после других сервисов, там реально с нашим, там, московским вариантом это небо и земля. Потому что там иногда реально все упахано-перепахано. Ну, действительно, качество расходников тот же Лаирт здесь купить невозможно. Вот, ну, вот просто без вариантов. Или там Honeywell найти 7950. Просто забей, его здесь нету. Даже термопасту обычно иногда присутствуют некоторые проблемы в том же ДНСе купить, хотя ДНС здесь есть. И многие российские магазины присутствуют, но ее просто в наличии иногда не бывает. Поэтому, ну, как говорится, я одну тубу, ну, их всего было 4, одну я уже оставил ребятам, поэтому я думаю, что мы внутри Казахстана будем тоже Лаирт этот продавать. Посмотрим, что да как. И Honeywell, это тоже 7950 есть. Там один листик я им оставил пока что. Но это чисто на обслуживание, потому что, сами понимаете, такая корова нужна самому, но, возможно, там по кусочкам будем продавать, а может быть, сразу на рамках обслуживания тоже посмотрим, что из этого всего будет. Короче, фишка в том, что здесь очень странная тенденция. Здесь, как ни странно, есть некоторые расходники гораздо дешевле. Они реально новые, оригинальные, там, типа запчастей, хабов, парцов и прочее. Дешевле в разы иногда, чем у нас в России. И реально новые. И это тоже нонсенс. Но в то же время вот какие-то такие простые вещи с термопастой и прочим-прочим, ну, к сожалению, не все так радужно. Вот, я сейчас, собственно, занимаюсь тем, что надо в этой комнате, потому что мы здесь будем располагаться, то есть вдоль вот этой стены, так, три рабочих места и там как раз-таки около окна паялка. Единственное, что пока не знаем, как здесь все это дело обыграть, потому что фактически квартира в собственности находится и мы здесь можем варганить все, что захотим. Но при этом при всем, безусловно, какую-то вытяжку, наверное, на главную улицу, это Байтурсынова, если что, городить, но будет, наверное, такое себе, как мы подумали. Ну, типа, ну, это не то, что противозаконно или еще что-то, нет, но, как говорится, лишнее, там, внимание или еще что-то, наверное, будет не кстати, поэтому я, ну, там, вдруг граждане, проживающие в данном доме, хотя, в принципе, тут все уже нас знают, можно сказать, и относятся нормально, могут, там, начать задаваться вопросами, точно ли это, там, не ядовито, не вредно и всякое такое, поэтому, наверное, я сюда вот ту коробку, которую я обозревал, вот это, типа, китайской боффы, назовем ее так, сюда, наверное, перемещу, чтобы она чисто под паялку была и чтобы не было никаких, таких там выбросов и прочей херни, вот, ободрать сейчас обои со всех стен, потому что в данном случае, ну, темно, ну, достаточно темно, я думаю, сейчас вы тоже это заметили, ну, вот, это, во-первых, во-вторых, обои это дополнительная пожароопасность, она нам нахрен не нужна, учитывая, что такое не исключено, в плане того, что, ну, очень много нагревающихся компонентов так или иначе есть, вот, и дополнительно обои, они здесь будут не кстати, поэтому просто сейчас обдеру все это дело, там, немножечко, может быть, подшаманю и покрашу просто в белый цвет, ну, и со светом, опять же, здесь обычная люстра сейчас стоит, мы тоже, наверное, какие-нибудь лампы пустим вдоль просто так, ну, штуки две или три, чтобы было максимально ярко, максимально светло, ну, потому что, опять же, качество света, оно напрямую иногда зависит от качества и скорости работы, как ни странно, вот, поэтому пока что вот сейчас такие результаты, такие известия, посмотрим, что из этого всего будет, я наградил кучу, наделал пластиковых карточек, теперь у меня есть связь с внешним миром, опять же, вариантов, на чем тут можно подзаработать, и как, и зачем, почему, достаточно много, но пока, как говорится, просто не успевая за все браться, поэтому сейчас вот первое, наверное, следующие три дня, там, может, четыре, во-первых, надо тут проводку будет усилить, ну, потому что, сами понимаете, нажирать несколько паялок, плюс рабочие места, тестовые стенды и прочее могут там вплоть киловатт до десяти вообще легко, ну, вот, и мы так подумали, что, наверное, надо лучше постучаться в какой-нибудь там местный ЖЭК, чтобы они пришли, посмотрели на проводку, ну, отдельно пару там ниток, либо один просто кабель какой-нибудь кинуть, не знаю, там, сколько там, два с половиной, ну, где-нибудь два по два с половиной квадрата, там, типа того, ну, посмотрим, там, или один толстый, какой-нибудь шестиквадратный сразу закинуть от прихожей и, собственно, все это дело запитать и посмотреть на результат. Вот, поэтому, дорогие друзья, примерно вот такой вот коротенький сейчас видеоотчет о том, что происходит, больше подробных, так скажем, вещей, наверное, будет после того, как мы уже все это дело здесь соберем, сделаем, уже начнем какой-то контент производить, потому что реально здесь есть что снимать, здесь есть что чинить, но в то же время, учитывая специфику населения, опять же, я с этим сталкивался, точнее, не то, что население, а скорее, ну, менталитет, это будет правильно сказано, люди иногда не понимают, за что, типа, там, мы, допустим, требуем какие-то деньги большие, потому что, скажем, обслуживание ноутбуков в пять тысяч рублей, там, с конвертацией сейчас по текущему курсу, там, в районе шести с плейной, там, тенге за рубль, да, но это, типа, уже не маленькие деньги, с одной стороны, с другой стороны, здесь уже есть клиенты, которые обратились к кому-то, кто им пообещал обслужить ноутбук, там, условно, за тысячу рублей, вот, в результате его там наворачивают, переносят к нам, и, как бы, получается, что на весь Казахстан только у нас есть лаир, только у нас есть, там, хэнивал, только у нас есть все нормальные флюсы, расходники памяти, прочая фигня, и, типа, люди такие, ну, когда уже обожглись, окей, поэтому тут я бы, наверное, назвал, знаете, это как такие, как, наверное, вот в России 2012, там, 2011 года, когда ремонтный бизнес начал понемножечку как-то вот выползать из клоаки, грубо говоря, и начал заряжать какие-то более вменяемые деньги, учитывая, ну, люди просто поняли, мастера, что лучше оказывать качественные услуги с нормальными компонентами, нежели, типа, просто говно, чтобы оно хоть как-то там поработало и, типа, сдохло потом, вот, поэтому тут посмотрим, что из этого всего будет, я реально, я хз, что из этого всего получится, но будем надеяться на лучшее, как говорится, а на этом все, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok